Добрый день! Сегодня у нас пойдет разговор про будущее энергетики. Обычно мы даже не задумываемся о том, насколько нынешняя энергетическая среда, в которой мы живем, отличается от того, как жили люди каких-нибудь 100 или 120 лет назад, когда даже простое электричество в доме было роскошью. Сегодня многие эксперты утверждают, что мы стоим на пороге очень серьезных изменений в мировой энергетической системе, возможно, даже смены парадигмы ее развития. К переходу от централизованной системы к децентрализованной, от отношений производитель-потребитель к так называемым просьюмерам, то есть одновременно и потребителям, и производителям, от невозобновляемых источников энергии к возобновляемым. Так это или не так? Какие будущие технологии в энергетике реальность уже сегодня, а какие, скорее, призрачные замки в облаках, кто заплатит за новые технологии, кто на них заработает, какова экономика энергетического перехода. Наконец, энергетика – это не только технологии и экономика. Это еще и безопасность, и геополитика, и международные отношения. Как может выглядеть мировая энергетическая карта в 2050 году? Поговорим обо всем этом с экспертами. Сегодня у нас в студии, ну, прямо по часовой стрелке представлю, Алексей Борисович Жихарев, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики и директор компании «Энсолф». Добрый день. Спасибо, что пришли. Игорь Валерьевич Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте. И Борис Леонидович Марцинкевич, главный редактор издания «Геоэнергетика». Всем спасибо, что пришли и согласились принять участие. Ну, давайте я бы предложил начать с технологической стороны. Есть куча самых разных прогнозов про рост спроса и рост предложения. Ну, классический топливно-энергетический баланс, ТЭП. Есть с одной стороны спрос, с другой стороны предложение. Ну, вот я посмотрел, что говорят более-менее авторитетные, более-менее цитируемые, так сказать, обзоры McKinsey, ExxonMobil и International Energy Agency, Международное энергетическое агентство. Они говорят немножко разные вещи. Ну, вот McKinsey выпустил буквально пару недель назад свой обзор. Они говорят, что основные драйверы в развитых и развивающихся странах – это две разные совершенно истории. В развитых странах – это рост промышленности и потребление домашними хозяйствами, ну, и экономикой в целом, по мере роста доходов. А вот в развитых странах – в Европе и в США, в первую очередь – это дата-центры, которые требуют огромного потребления. И дальнейшая электрификация автотранспорта, естественно. ExxonMobil немножко по-другому. То есть они по поводу развивающихся стран тоже самое говорят. Они говорят, что половина мирового населения сегодня не имеет доступа к надежной энергии. Для удовлетворения базовых потребностей растущая экономика, растущий жизненный стандарт потребует потребления на 25% они ожидают к 2050 году. Ну, у МЭА примерно такого же рода прогнозы. Ну, вот, в общем и целом. Ну, к этому добавлю только, что МЭА, ну, и не только МЭА, подчеркивает, что Китай играет ведущую роль в освоении возобновляемых источников, что это главная сила, которая меняет мировую энергетическую картину, ну и плюс дата-центры. Давайте поговорим действительно о том, насколько вот вам кажется, структура спроса будет меняться в ближайшие годы. Ну, можно смотреть до 30-го, можно смотреть до 50-го, кому как удобнее. Ну, а потом уже тогда поговорим про предложение, каким образом оно будет меняться. Кто готов начать? Наверное, все соглашаются с тем тезисом, что само потребление будет расти в разные сегменты, но, тем не менее, оно будет расти, и там, если мы вспоминаем такие большие какие-то прогнозы и большие доклады, то можно вспомнить и данные ООН, что там 666, такая мистическая цифра, миллионов людей вообще не имеют доступа к электроэнергии, и больше миллиарда не имеют доступа к нормальному топливу для приготовления пищи. Это Африка и значительная часть Азии поведения. Да, это почти, там, большая часть, это все страны Африки южнее Сахары. Вот там наиболее сложная ситуация, но и в других регионах мира, в общем-то, есть эта проблема. И предполагается, что все равно мир будет бороться с анарктической бедностью. Это, кстати, если мы вспомним ООНовский документ, там у них есть цель устойчивого развития. И, насколько я помню, это, по-моему, седьмая цель, как раз победить анарктическую бедность. А переход на возновляемые источники и, в целом, такая некая борьба с изменением климата, это, скорее, по-моему, одиннадцатая цель у них. То есть она дальше даже идет, даже в другом блоке. Поэтому тут можно вспомнить, что, в общем-то, по идее мы должны сначала всем дать энергию, а потом решить, какая она будет. Но параллельно, в общем-то, мы видим процессы в спросе. Можно тоже разделить то, что нужно для выработки электроэнергии. И я думаю, что здесь к 50-му году мы просто увидим такую цветущую сложность. Много источников будет, и все они имеют право на жизнь. И мы видим, что уже, если там еще лет 5, наверное, 10 назад нам говорили про некий конец истории в энергетике, что все страны мира обязательно придут к возновляемой энергетике, только к ней. И почему 50-й год? Потому что тот же самый Евросоюз, он говорит, что к 50-му году он совершит полный энергетический переход, то есть полностью откажется от ископаемых источников вообще. То есть все. Только возновляемая энергетика будет, только полная декарбонизация. Поэтому часто звучит вот этот 50-й год, но при этом... Ну, понятно, что 50-й год – это некая условная цифра, потому что, ну, просто удобная цифра, не более того. То есть так, как у них раньше было 20-20-20 программа, что к 20-му году они 20% возновляемой энергетики на 20% сокращение выбросов плодниковых газов и так далее. Поэтому действительно условно. Но вот все, что касается электроэнергетики, мы видим, что действительно появляются новые потребители, и вот здесь, скорее, все будет присутствовать. И возновляемая энергетика займет свою долю в энергобалансе, но мы окончательно к ней, я думаю, что не придем. Даже сейчас уже все начинают пересматривать вот эту концепцию конца истории в энергетике и говорят, нет, все-таки будет и угольная, и газовая, и атомная, и возновляемая энергетика. Просто займет какую-то долю свою. И в этом плане, я думаю, что мы просто увидим большое разнообразие, и они все будут конкурировать между собой и повышать эффективность. И мы видим, там, Китай, например, он старые электростанции угольные многие закрывает, а новые на сверхкритических параметрах открывает. А вот нефтяная история, я бы ее вообще в отдельный блок выделил, потому что здесь определенный риск, в общем-то, есть для нефти. Сейчас в основном нефть используется как для топлива, для двигателя внутреннего сгорания, но мы видим, что Китай, по крайней мере, такие-то тенденции, в общем-то, довольно тревожные нам создает. Мы видим, как быстро у них происходит электрификация транспорта. Да, она где-то искусственная, потому что, словом говоря, на машинах двигателя внутреннего сгорания часто номера просто не выдают, чтобы пробок не было и прочих проблем. А на электрокарах выдают. То есть все равно это есть определенный стимул развития именно электрокар. Но, тем не менее, темпы электрификации транспорта там огромные, и это определенный вызов для нефтяной индустрии. Если повсеместно так будет происходить, то нефть постепенно, это, наверное, не 30-й, может быть, даже не 40-й год, но нефть, в общем-то, будет испытывать конкуренцию. Я просто в качестве ремарки к тому, что вы сказали, практически все, и McKinsey, и Mea, и Exxon, они все говорят, что скорость изменений в возобновляемых источниках энергии, их внедрении, она намного превышает все прогнозы, которые были даже в прошлом году, не говоря уже о тех, которые были 5 лет назад, например. Не только по возобновляемой энергетике. Вообще по всем технологиям энергоперехода происходит примерно одно и то же. То есть у нас действительно прогнозы все, которые делались 10 лет назад, они не сбылись, но только в хорошем смысле слова. Недостаточно сбылись. Вернее, избыточно сбылись. Наоборот, избыточно сбылись. Мы вот буквально недавно делали в Москве в рамках Российской энергетической недели большое мероприятие, приглашали коллег из экономической комиссии ООН, из индейских компаний, китайских компаний, из ИРН, Международного агентства по взаимной энергетике, и обсуждали как раз эти все аспекты. И вот четко все эксперты показывали, что все прогнозы, которые были ранее, на 2020 год, условно, они все были перевыполнены в несколько раз. И здесь, мне кажется, что важно, что парадигма изменилась. Если у нас последние 10 лет в основном стимулом для развития взаимной энергетики были как раз цель устойчивого развития и климатическая повестка, то последние 3-4 года – это чистая экономика. Сейчас цена на киловатт-час возобновляемой энергетики, я, прежде всего, здесь говорю про солнце и ветер, она уже в разы ниже, чем от аналогичных генерирующих объектов, функционирующих на основе сжигания топлива. Причем это не только в мире, это и в России сейчас. Стоимость киловатт-часа на тепловой генерации может превышать 20 рублей. По результатам конкурсных отборов на солнце и ветер цена установлена в диапазоне 6, рядом 12-13 рублей. Ну, с учетом того, что балансировку солнца и ветра берут на себя гидроэлектростанции, почему бы не установить цену подиже. Так же, как и по атомным электростанциям. Абсолютно такая же балансировка. Которая работает в базе. Поэтому здесь движение будет чисто за счет экономики. Но тезис про скорость, он совершенно верный. Мне кажется, скорость развития технологий, она неминуемо будет влиять на скорость пересмотра парадигмы. И какие еще новые технологии, которые будут появляться, могут кардинально изменить и очень быстро изменить наш мир. Но мы можем только гадать. Но электромобильность – это одно из хороших примеров. Я думаю, что еще буквально 5 лет назад никто не мог поставить там ни доллара на то, что достаточно быстро в мире основное количество потребителей будет забывать о том, что есть там какой-то автопром европейский или американский. И китайские производители выйдут в лидеры. Но никто не мог представить. Всего лишь надо было сделать новый подход к строительству платформы автомобиля. Но это как один из примеров. Борис, вы хотели что-то, по-моему, на эту тему дополнить? Ну, конечно. Что касается электромобилей, в 1926 году в Китайской Народной Республике начинается новая пятилетка. В перечне стратегических отраслей электромобили отсутствуют впервые за последние 15 лет. Это о том, что будет происходить. Государство поддержало электромобильную отрасль, и дальше все в рыночном порядке, джентльмены. Больше государственной поддержки в этой отрасли не будет. Поддержка государства Китайской Народной Республики – очень существенный фактор. Вот когда он будет отсутствовать, мы окажемся в новой обстановке. Можно один комментарий? А почему мы говорим только о государственной поддержке электротранспорта? А какой объем государственной поддержки или субсидий в мире, в мировой сектор нефтегаза? А какой? Ну, знаете, АМФ ее считает. Последний раз считал около 7 триллионов долларов ежегодно. Это сумма совокупных мировых субсидий в нефтегазовый сектор. Поэтому, естественно, каждое конкретное государство принимает решения индивидуально для своей экономики и имеет на это полное право. Если какое-то государство в какой-то момент времени считает, что нужно изменить подход и начать субсидировать или поддерживать какую-то другую технологию, другую сектор экономики, то это совершенно экономически оправдано со всех сторон. Поэтому если говорить уж про то, что отменится субсидии на... или какая-то иная поддержка для электротранспорта, правильно сравнивать, а какая поддержка отменится для других видов энергии и как в итоге будет выстроен паритет. Потому что сейчас-то мы говорим о том, что новые технологии энергоперехода, они уже без учета поддержки уже не требуют никакой... вернее, уже достигли паритета, уже дешевле. А если отменится поддержка у их конкурентов, то, соответственно, их отрыв будет еще выше. И опять-таки есть большое преимущество, это скорость. Скорость реализации этих проектов. Если у нас любой проект инвестиционный на основе традиционных технологий реализуется от четырех и более лет, то скорость строительства солнечных, ветровых электростанций или даже строительства тех же самых электромобилей и заводов по их производству, это год, максимум два. Соответственно, с учетом стоимости денег, которая в последнее время выросла не только в России, но и в мире, это тоже имеет значительный эффект на экономику в целом. Поэтому я бы здесь комплексно смотрел, а не только фокусировался на китайских решениях относительно поддержки или отказа от поддержки каких-то отдельных секторов. По поводу субсидий, это тоже хороший вопрос. А что такое субсидии? Вот когда налоги высокие, потом сказали, слушайте, ну вы убыточные стали, давайте мы вам снизим налоги. Это субсидия. Но как же субсидия? Они как продолжали платить налоги, так и продолжают их платить просто в меньшем объеме, чтобы они не обанкротились. Вот сейчас о чем, кстати, к вопросу нашему самому первоначальному. Что будет в будущем? Традиционная энергетика, я думаю, никуда не уйдет. И во всем мире, например, ухудшается качество ресурсной базы. Видите, в США, в России, в Саудовской Аравии везде дороже добывать. Кто-то уходит на глубоководный шельф, как Бразилия. Соединенные Штаты не от хорошей жизни совершили сланцевую революцию. Вот как раз технологическая инновация, которая перевернула, кстати, все абсолютно. И мировую политику, я думаю, тоже. То есть я думаю, что Соединенные Штаты совершенно по-другому себя вели бы, если бы оставались настолько крупным импортером, как были ранее. И в политике, и в экономике. И вот, пожалуйста, они дали субсидии. Там начинается с 70-х годов, кстати. Они уже тогда заметили, что основные месторождения найдены, уже вводятся в эксплуатацию и когда-то будут истощаться. Поэтому с 70-х годов начали давать налоговые льготы, стимулировать развитие как раз-таки технологий, которые позволяли бы добывать из нетрадиционных источников. И тоже вопрос. А вот если мы даем налоговые льготы нефтяной индустрии, чтобы добывали там, где раньше это было нерентабельно, это субсидии или не субсидии? С вознавляемой энергетикой тоже сложный вопрос. Методология. А что считать себестоимостью вознавляемой энергетики? Вот в Европе тоже столкнулись. Да и во всем мире, в общем-то, начинают сталкиваться. В Европе как просто пионер развития этих технологий. Вот строили, инвестиции в основном шли в генерацию строительства солнечной панели, вознавляем ветряков. Теперь приходит к тому, что столкнулись с вопросом накопления энергии. Вот в чем как бы тоже разница? В традиционной энергетике вот у тебя, не знаю, угольная электростанция, вот там куча угля, это и есть система хранения. Вот она лежит, потом больше сожгут, вот получат большую энергию. А вознавляемой энергетики, вот ветряк сколько выработал, столько как бы ты, по идее, здесь и сейчас должен потребить. А нужно ли считать затраты вот сюда в киловатт на систему накопления? Нам говорили, что будет водородная энергетика. Она же не просто, чтобы машины ездили на водороде. Действительно, этот там водородный хайп такой, он недолго был именно в качестве вот сопутствующей, что водородом обили. Но никто не отказывается от идеи, что надо как-то хранить энергию от вознавляемых источников. Когда ночью ветряк крутится, а все спят. И эту энергию давайте переделаем водород методом электролиза, а потом обратно, когда все проснутся, а солнце зашло за тучу, мы обратно отдадим эту энергию. Да, это неэффективно, это дорого, но ничего лучше вроде как не придумали. Ну, правда, второй вариант. Это просто накопители, огромные большие накопители, гигантские аккумуляторы. Которые тоже быстро дешевеют. Да, только вот сейчас литий дорожает. Перекачка воды из одного дохранилища в другое. Ну, да, в Москве есть эта история, гидроаккумулирующая электростанция, но она вот буквально одна. И вот затраты все вот на эту целую огромную индустрию хранения мы будем включать в стоимость киловатта вознавляемой энергетики или нет? Потому что чем больше доли вознавляемой энергетики, тем больше стоит вопрос, а как накапливать, как балансировать эту энергосистему. Поэтому здесь, мне кажется, не все так просто. Я думаю, что чем больше это будет развиваться, тем больше таких острых вопросов будет стоять перед нами. Несомненно. Важно здесь осознать, что так называемые интеграционные затраты в энергосистеме, они есть у любого вида генерации. Все просто привыкли говорить, что вот так как солнце и ветер, они метеозависимые, поэтому для них эти затраты выше. Но это не так, да? И у базовой генерации эти затраты тоже есть. И стоимость строительства сетевой инфраструктуры с учетом требований по безопасности для атомных электростанций. И необходимость их демпфирования, она тоже высокая. И здесь важно все считать в комплексе, поэтому вот эти системы и подходы к перспективному планированию развития энергосистем тоже надо адаптировать под новые технологии. В частности, пример накопители. Все привыкли думать, что электрохимические накопители, литий-ионные, это дорого, мы это слышим везде. Это очень дорого, это не экономически нерентабельно, неэффективно интегрировать энергосистему. За последние два года стоимость упала в пять раз на литий-ионные накопители. Если мы, даже больше на самом деле, если мы раньше, еще пять лет назад говорили про тысячу долларов за киловатт, киловатт в час, то сейчас это где-то в районе ниже ста. Это сейчас уже становится эффективнее, чем строить пиковую генерацию. И Россия хороший пример. У нас в этом году правительством принято решение строительства больше двух тысяч мегаватт-часов накопителей на юге. Потому что когда посчитали, а что правильнее и дешевле сделать, эффективнее, приняли решение построить накопитель. Потому что он строится меньше, чем за год, за 9-12 месяцев. И стоит дешевле. Если он нужен всего лишь 3-6 часов в день, он быстрее, у него скорость реакции на команду диспетчера меньше секунды, доли секунды, в отличие от любой другой генерации. И это дешевле. И даже с учетом всех предпосылок про деградацию ячеек и так далее, все равно это дешевле, это эффективнее. То же самое с возобновляемой энергетикой. В этом году также хороший пример. Еще два года назад никто не мог себе представить, что в России кто-то будет бороться с дефицитом за счет ветра и солнца. Мы всегда... Он достиг до такого уже... Такая проблема уже стала, что надо уже срочно построить. Конечно, о чем я речь? То есть все всегда последние 10 лет говорили, что солнце и ветер развиваем. Почему? Потому что необходимо формировать промышленные компетенции, развивать промышленность, повышать степень локализации. Но никто не говорил про экономику. А сейчас вдруг, в прошлом году, это стало настолько дешево, что в этом году, когда определили дефицит на Дальнем Востоке, у нас приняло решение полтора гигаватта там построить. Почему? Потому что это дешевле в два раза, чем строить, предположим, угольную генерацию. И быстрее. Это можно сделать за год-два года. Большое спасибо всем, кто участвовал. Спасибо. Спасибо, коллеги.